21 июня в здании Законодательного собрания Краснодарского края состоялось очередное заседание Общественного совета по этике и нравственности, на котором обсудили новые угрозы, которые несет в себе употребление психоактивных веществ. Заседание провел Гриценко Николай Павлович, первый заместитель и председатель Общественного совета призвиска по этике и нравственности. В совещании приняли участие представители Министерства образования, науки, молодежной политики края, Министерства здравоохранения, Управления по контролю с оборотом наркотиков, Управления по делам молодежи и других подразделений. С этим докладом выступила уполномоченная по правам ребенка в Краснодарском крае Татьяна Ковалева и обратила особое внимание на источники распространения информации в интернете и о наркорекламе, размещаемой на городских зданиях и строениях, а также о доступности данной информации для несовершеннолетних. Почему они себя реализуют именно там, на вот этих стенах заброшенных, гаражей, сараях? Почему им нет места в наших учреждениях дополнительного образования? А, наверное, там все-таки амбиции на заявку о себе существуют? И на эту проблему посмотреть более широко. Я думаю, это будет на пользу детям, на пользу плюзской занятости, ну и, конечно, увеличить мы сможем тогда больше плодовоза, который сегодня ее увеличит. Министр образования края Елена Воробьева рассказала о проведенном анализе причин желания попробовать запрещенные средства в молодежной среде и внесла предложение о запрещении такого рода интернет-контента. Приверженности и попытки попробовать серьезные средства вызваны другими основными факторами, в том числе в детстве и в молодежной среде. Первое – это банальное любопытство, да, это желание некого адреналина, нового качества и так далее, да, и второе – это, конечно, элементарно трудная жизненная ситуация, в которой находится семья и в которой находятся, в том числе, дети. От Кубанской митрополии был приглашен руководитель отдела религиозного образования катехизации Катериндарской епархии, постоянный участник Совета по этике и нравственности протерей Александр Игнатов. У нас есть выход, это наша основа веры. И вот в этой связи, хочу сказать, очень важную такую часть, примером. В храм пришла мама, которая привела наркоману. Где только они лечились, куда только они ходили. То ли он по закладке попал, то ли по глупости, не знаю. Но вот она привела его в церковь, после службы он уходит и говорит, громко, вслух, маме, не обращая внимания на других людей. Мама, а ты знаешь, если бы ты меня с детства сюда водила, в храм, ты никогда бы не стал наркоманом. Все пути, все дороги раньше на Уссии вели в храм. Давайте зададим себе вопрос, а сегодня куда едут наши дороги? Сегодня в современной молодежи не хватает осознания значимости духовных и нравственных ценностей, таких как вера в Бога, любовь, совесть, служение людям, ценность здоровья, творчество и ответственность. Распространение наркотиков в настоящее время представляет реальную угрозу не только здоровью населения, в особенности молодежи, но и в финальной безопасности нашего государства и нашему будущему. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова